Один из старейших коллективов ДК замахнулся на Европу. Всеми любимый в регионе народный хор имени Майи и Вячеслава Смирновых готовятся выступить в столице Чехии. Там пройдет 28-й международный фестиваль-конкурс «Прага-Контакт». И что удивительно, на интернациональной сцене наш творческий коллектив, возможно, представит не только богатую культуру Ненецкого округа, но и всей страны. А это колоссальная ответственность. Впрочем, сомневаться в профессионализме хора не приходится. В этом убедился Олег Хатанзейский. Он их, конечно, не прослушал, но выслушал. Они покорили сердца жителей целого субъекта своими русскими песнями. И уже неважно, народными или фольклорными. Все, что они поют, давно стало идеалом для подражания. Произведение, которое слушаешь и получаешь удовольствие. Удовольствие, в первую очередь, для души. Она знала их лично, основателей поистине народного хора. Это она в коллективе больше 20 лет. Для Нины Ульяновской петь в ансамбле почти как бесценная награда за многолетний труд. За почти 40 лет существования русский хор пережил многое. Не раз обновлялся репертуар, менялись артисты, которые не выдерживали колоссальных нагрузок. Менялись и руководители. Сейчас им является Евгения Пушкарева. Энергичная, талантливая, она моложе самого ансамбля. Впрочем, участники ей доверяют. Мы очень рады, что нас пришла молодой руководитель. Она просто носит новое в наш репертуар. И она своим задором, молодостью. Мы подписываемся от нее, подписываемся, как говорится, мы носим. Она от нас же. Чтобы подарить тепло их творчество каждому поклоннику, они приходят петь в свободное от основной работы время. Не жалея силы голосовых связок, артисты выкладываются по полной. Понимают, впереди новая тапа, снимы новая история. Хор имени Майя и Вячеслава Смирновых впервые в истории едят на международную сцену. Впрочем, изначально в это мало кто верил о поездке. Заговорили еще весной, потом все как-то подзабылось. А уже сегодня последняя репетиция перед отлетом. Бывает такое, что коллектив вроде кажется немного несобранным, да? Неготовым, там программы не готовы или как-то. А коллектив имеет такое свойство мобилизовываться и собираться практически перед самым выходом, да? Это люди всегда. Да. Ну, я конкретно говорю, да, вот про коллектив, про свой, с которым я работаю. Поэтому я наоборот считаю, что не стоит очень давать сильную, большую нагрузку ежедневные занятия в преддверии. Ну, это любой грамотный педагог так скажет, что замыливать так вот, если такое понятие. Вот, поэтому я могу сказать, что да, мы готовы, репертуар у нас готов. Вот, самое главное, чтобы был настрой, да? Вот, и в первую очередь, несмотря на достигнутые нами в будущем результаты, самое главное с достоинством представить наш регион. Девятнадцать женщин и всего один мужчина. Источник вдохновения для других Олег Вишняков в коллективе буквально живет. Еще в третьем классе он впервые пришел на пение, с тех пор так и не может остановиться. А зависимость, говорит, благоприносящая пользу. Всю жизнь при женщинах работаю, работаю в ПОК-ИТС, а там одни женщины, в основном, на очистных соревнованиях. Так что мне не привыкать. Время репетиций сложности не возникает. Нет, нет, нет. Все прекрасно, друг друга понимаем, взаимопонимание полное. На международный фестиваль-конкурс хор имени Майя Вячеслава Смирновых повезет восемь произведений, в основном северные песни. Предстоящая поездка, как признаются сами участники, для них огромный стимул. Стимул для развития и новых идей, а их, обещают артисты, будет еще немало. Хор русской песни имени Майи Вячеслава Смирновых существует уже 37 лет. И сложно поверить, за эти несколько десятков лет они впервые летят за границу. Покорять солецу Чехии им предстоит уже в среду. Они улетают на несколько дней, где представят, пожалуй, самые лучшие песни своего репертуара. Что ж, будем поддерживать и, конечно же, ждать не с пустыми руками. Олег Котанзийский, Александр Дуркин, телеканал СЕР.